В республике прошел конкурс мастеров машинного доения коров и техников по искусственному осеменению животных. В этом году его провели на базе сельскохозяйственного кооператива «Атлашевский». На состязание приехали лучшие специалисты из всех районов республики. Главное не победа, а участие, признаются специалисты, а точнее возможность повысить свое мастерство. Для себя они узнали здесь много нового, обменялись опытом. Но в состязании есть состязание. Одно из первых заданий – на время разобрать и собрать доильный аппарат. Умелым дояркам хватает и четырех минут. У меня рекорд был, конечно, за разборкой-сборкой. 3,27. Сегодня слабовато. Четыре. А почему? Волновалась слишком. К республиканскому конкурсу в сельхозкооперативе «Атлашевский» подготовились основательно. Подобрали самых спокойных коров. Чтобы животные без проблем перенесли дойку и не обращали внимания на незнакомых людей вокруг. Члену жили тщательно оценивали каждую мелочь. И скорость доения, и качество молока. По стабальной системе, в целом оцениваем. Тут и теоретические знания, мастерство, знания в технологии доения. Основное ударение буду делать именно на то, с каким мастерством подходит к своей работе оператор машин доения нашей. В республиканском конкурсе приняли участие лучшие специалисты со всех районов Чувашии. Доярки признаются, несмотря на то, что их профессия нелегка, свою работу они не променяют ни на что. Мне моя работа нравится тем, что я с детства люблю животных, особенно домашних. Утром рано надо вставать, когда еще люди спят. И физические нагрузки бывают, конечно. Параллельно здесь проходил и республиканский конкурс техников по искусственному осеменению животных. В работе этих специалистов самая важная стерильность и аккуратность. От этого зависят повышение поголовья скота и улучшение надоев в хозяйствах. Республиканский конкурс доярок и осеминаторов проходил два дня. Победители получили ценные призы и теперь будут представлять Чувашию на всероссийском конкурсе. Мария Никифорова, Надежда Александрова, Александр Яковлев. Вести. Чувашия.